Александр Иванович Ватаманюк. Установка, настройка и восстановление Windows 7 на 100%. Глава пятнадцатая. Использование шифрования BitLocker. Безопасность работы всегда была на первом месте, и операционная система пыталась обеспечить её всеми доступными средствами. Конечно, в первую очередь обеспечивалась безопасность самой операционной системы, поскольку от её работоспособности зависит работа всего компьютера. Однако существуют механизмы, с помощью которых обеспечивается и безопасность работы пользователя. Одним из таких механизмов является технология шифрования BitLocker, которая появилась ещё в операционной системе Windows Vista. Технология шифрования диска BitLocker даёт возможность шифровать целый диск или раздел диска, а также съёмные USB накопители. Шифрование целого диска позволяет защитить его в разных ситуациях, а именно... Если жёсткий диск подключается к другому компьютеру, в этом случае без специального ключа доступа доступ к данным будет невозможен. Если на диске находятся данные, доступные в сетевом окружении, доступ к данным на жёстком диске сможет получить только авторизованный пользователь сети, которому разрешён доступ к жёсткому диску. Шифрование файлов происходит автоматически, если они находятся в зашифрованном разделе или записываются в него. Чтение файлов также происходит в обычном для пользователя режиме. При этом данные автоматически расшифровываются. Кроме того, если BitLocker обнаружит какие-либо изменения файлов загрузки или даже изменения в BIOS, загрузить операционную систему можно будет только с использованием специального ключа. Как уже упоминалось выше, возможно шифрование таких устройств, как флэш-накопители. Мало того, поскольку подобные накопители часто используются для переноса данных и могут быть потеряны или украдены, для них шифрование более актуально. В этом случае используется несколько модернизированная система шифрования с названием BitLocker To Go. Механизм шифрования BitLocker можно запустить, используя компонент шифрования диска BitLocker, который находится на панели инструментов. В скобках рисунок 15.1. После его запуска вы увидите окно, показанное на рисунке 15.2. В этом окне в разделе шифрования диска BitLocker, жёсткие диски, вы увидите список всех разделов вашего жёсткого диска или дисков. Кроме того, если к USB-портам будет подключён хотя бы один флэш-накопитель, появится раздел шифрования диска BitLocker. BitLocker To Go со списком флэш-накопителей. По умолчанию шифрование BitLocker отключено для всех устройств, о чём свидетельствует надпись «Отокл» рядом с каждым объектом. Чтобы включить шифрование для выбранного раздела или накопителя, воспользуйтесь ссылкой «Включить BitLocker» напротив нужного объекта. Панель управления, все элементы панели управления, настройка параметров компьютера. Вот здесь мы видим шифрование диска BitLocker. «Рисунок 15.1.0». Запускаем механизм шифрования диска BitLocker. Все элементы панели управления, шифрование диска BitLocker. Панель управления, домашняя страница. «Рисунок 15.2.0». «Механизм шифрования диска BitLocker». Рассмотрим пример шифрования раздела диска. Щёлкнув на ссылке «Включить BitLocker», вы увидите окно, показанное на рисунке «15.3.0». «Хифрование диска BitLocker». Выберите способы снятия блокировки диска. Использовать пароль для снятия блокировки диска. Пароли должны содержать прописанные и строчные буквы, цифры, пробелы и символы. Введите пароль. Введите пароль ещё раз. Использовать смарт-карту для снятия блокировки диска. Необходимо вставить смарт-карту. Пин-код смарт-карты потребуется при снятии блокировки с диска. Автоматически снимать блокировку диска этого компьютера. Рисунок «15.3.0». Выбираем способ снятия блокировки диска. Здесь вам предстоит выбрать один из вариантов снятия блокировки с зашифрованного диска. Есть три варианта. Первый. Использовать пароль для снятия блокировки диска. Наиболее приемлемый способ, поскольку многие привыкли, что для доступа к каким-либо информации требуется авторизация. Кроме того, пароль можно сменить в любое время, что позволит выбрать такой пароль, который будет легко запомнить. Второе. Использовать смарт-карту для снятия блокировки диска. Один из самых безопасных способов разблокировки диска, позволяющий контролировать, кто это сделал и когда. Для снятия блокировки используется устройство чтения смарт-карт, а также сама смарт-карта, содержащая необходимую информацию. При этом для снятия блокировки требуется как сама смарт-карта, так и пин-код к ней. Третье. Автоматически снимать блокировку диска этого компьютера. Многие предпочитают использовать этот способ снятия блокировки, хотя он наименее безопасен и эффективен. Данный способ подразумевает автоматическое снятие блокировки, если происходит вход в учётную запись Windows. В качестве примера рассмотрим подробнее первый вариант снятия блокировки, то есть снятие блокировки с помощью пароля. Установите соответствующий флажок, введите пароль и его подтверждение. При вводе пароля система накладывает следующее ограничение. Длина пароля должна быть не менее 8 символов. Пароль не должен содержать имён пользователя, компьютера или компании. Пароль не должен содержать полного слова, то есть, например, слово identification не подходит. Пароль должен значительно отличаться от всех паролей, когда-либо вводившихся в операционной системе. После ввода пароля и его подтверждения нажимаем «Далее». При этом, если пароль и его подтверждения не совпадают или не соответствуют требованиям, в нижней части окна вы увидите сообщение об этом. Если все условия ввода пароля соблюдены, вы попадёте в следующее окно. Как сохранить ключ восстановления в случае утраты пароля или смарт-карты? Для возобновления доступа к диску можно использовать ключ восстановления. Рекомендуется сохранить ключ восстановления в отдельный файл и распечатать его. Рисунок 15.4 точка. Создание ключа восстановления. В этом окне вам предложат создать ключевой файл. Ключевой файл – файл специального формата, с помощью которого можно восстановить пароль. Если вы его забыли или он был утерян, согласитесь, обидно потерять диск с данными только из-за того, что вы забыли пароль. Чтобы избежать подобной ситуации, обязательно создайте ключ восстановления. В противном случае получить доступ к данным на зашифрованном диске уже никогда не получится. Система предлагает три варианта сохранения ключа восстановления. Первый. Сохранить ключ восстановления на флеш-накопителе USB. В этом случае созданный ключ восстановления будет записан на флеш-накопитель. Однако имейте в виду, что если вы запишите этот ключ на накопитель пароля разблокировки, которого вы забыли, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поскольку ключ невозможно будет прочесть. Если же у вас есть другой флеш-накопитель данные, которого не зашифрованы, то этот вариант хранения ключа вполне вам подойдёт. Сохранить ключ восстановления в файле. Этот способ хранения ключа восстановления наиболее приемлемый, если, конечно, вы не сохраните ключ на зашифрованный диск. Для сохранения ключа можно использовать любое устройство. Например, не зашифрованный раздел диска или дискету. Второе. Напечатать ключ восстановления. Кому-то данный способ может показаться более приемлемым. Однако, не забывайте о том, что в этом случае вам придётся где-то хранить распечатанный документ. Кроме того, длина ключа достаточно большая. И можно ошибиться при его вводе. После того, как ключ сохранён или напечатан на принтере, становится доступна кнопка «Далее». Нажмите её для продолжения процесса. Все необходимые данные мы указали, и можно приступать к началу процесса шифрования выбранного диска. Длительность этого процесса зависит от объёма диска или накопителя, который шифруется, о чём предупреждает битлокер. В скобках рисунок 15.5. Шифрование диска битлокер. Зашифровать этот диск. Рисунок 15.5. Все готовы для начала процесса шифрования. Если вы твёрдо решили осуществить задуманное, то нажмите кнопку «Начать шифрование». О ходе процесса шифрования вы можете судить с помощью индикатора в скобках «Рисунок 15.6». Шифрование диска битлокер. Выполняется шифрование. Диск Е завершено 26.1%. Рисунок 15.6. Индикатор хода шифрования. Завершение процесса шифрования диска сопровождается появлением окна с соответствующим сообщением. Теперь, если вы откроете окно, показанное на рисунке 15.2, то увидите, что возле названия диска, который вы шифровали, появилась новая ссылка «Управление битлокера». Если перейти по этой ссылке, то откроется окно, с помощью которого можно выполнять наиболее важные настройки битлокер, а именно изменить пароль для снятия блокировки диска, удалить пароль для этого диска, добавить смарт-карту для снятия блокировки диска, сохранить или напечатать ключ восстановления, автоматически снимать блокировку диска этого компьютера. Названия пунктов говорят сами за себя. Их действия мы рассмотрели выше. Поэтому, если в какой-то момент вы захотите изменить эти параметры, то сможете сделать это без проблем. Если вы решили, что шифрование диска вам больше не нужно, вы всегда можете его отменить, выбрав ссылку «Выключить битлокер» в окне, показанном на рисунке 15.2, и дождавшись процесса расшифровки. Глава шестнадцатая. Установка несовместимого оборудования.